Традицию организовать пресс-конференции Владимир Путин начал в 2001 году. Это в 2017 состоится 14 декабря в Москве. Приглашены журналисты известных СМИ всех регионов страны. А какие вопросы ивановцы хотели бы задать президенту? Давайте узнаем. Наш регион на столичной пресс-конференции будут представлять три журналиста. Один из областного центра, это корреспондент Ивановской газеты Дарья Бобровицкая. Для любого представителя СМИ диалог с президентом, пусть и опосредованный, это важный шаг в карьере. Вопрос от области, рассказывает Дарья, назрел уже давно. Я бы задала вопрос о зарплатах в сфере культуры, поскольку понятно, что в последние годы они не только не растут, они даже сокращаются где-то и очень проигрывают, уступают зарплатам в других бюджетных сферах, в здравоохранении, в образовании. Почему-то немножечко вот эта сфера у нас просела, на нее мало внимания обращают. Традиционно пресс-конференции длятся 3-4 часа. А за это время глава государства успевает ответить на сотню вопросов. Как показывает практика, зрители любят такой формат встреч, потому что озвученные президенту проблемы быстро решаются, иногда одним телефонным звонком. Ивановцев, как ни удивительно, политика ни внешняя, ни внутренняя не интересует. А вот уровень жизни очень даже, что логично для жителей дотационного бедного региона. Преподавателям вузов побольше зарплату. Вот мои предложения. Хвалю его, хвалю. Хвалю страну поддерживать, вооружение. Это надо странно. Насчет этого я молодец. А поругать может? Поругать не ругаю. Но мне нравится. Нравится, да. Хороший мужичок. Когда Россия из нищеты вылезет, когда любят нормальную зарплату получать, цены растут, а зарплата у людей не повышается. Вот первый вопрос. Как вы думаете, он ответил бы на него? Не знаю. Чтоб отменил с метража квартиру. За ЖКХ брать. Вот я все просил. Денежное содержание, скажем. Там размер пенсии, размер зарплаты, население. Так и какой вопрос, как его сформулировать? Почему так мало? Да я понимаю, почему так мало. Поэтому вопроса-то нет. Сказать ему что-нибудь, президенту. Чтоб остался еще на срок. А что надо сделать за этот срок? Что? Все для нас, для пенсионеров. Чтоб пенсии прибавляли. Вот. На встречу с президентом аккредитовались больше полутора тысяч журналистов. Не только из нашей страны, но и из соседних государств. Пресс-конференция в прямом эфире начнется в четверг, 14 декабря, в 12.00. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова